Комиссия по чрезвычайным ситуациям провела очередное совещание 6 июля. Это первое видео включение после принятого 28 июня постановления об обязательной вакцинации отдельных групп населения. Что изменилось после этого в городе, смотрите в нашем следующем сюжете. Предписание об обязательной вакцинации действует всего неделю, но уже принесло первые результаты. Количество вакцинированных за семь дней выросло на тысячу. На сегодняшний день первый компонент вакцины получили больше 8 тысяч человек. В некоторых организациях уже достигнут плановый показатель по привитым сотрудникам в 60%. Ускоренные темпы вакцинации вызвали дефицит вакцины в ряде регионов, но в Десногорске острой нехватки препарата не зафиксировано. Она поступает еженедельно, иногда два раза в неделю, в том числе и в выходные. Поэтому у нас поступило 600 доз, второй раз 600 доз в конце прошлой недели. И на этой неделе мы ожидаем поставки 900 доз. Поэтому для работы, полноценной работы в таком вот большом режиме на эту неделю и на следующую неделю у нас вакцины точно хватит. Поэтому поставка продолжается. На комиссии была рассмотрена еще одна актуальная проблема, возникающая в летний период. Это неправильное поведение отдыхающих на водных объектах. В Смоленской области зафиксировано 12 несчастных случаев с летальным исходом. Один случай произошел в Десногорске. Среди погибших есть дети. Основными причинами гибели являются купание в местах, не оборудованных для этого, купание в состоянии алкогольного опьянения, нахождение детей на водоемах без присмотра и без сопровождения взрослых, незнание детьми правил поведения на водоемах, соответственно, нарушение правил безопасности в местах отдыха населения у воды. Единственным оборудованным местом для купания в Десногорске является городской пляж. Но местные власти понимают, что рекордная жара, прогнозируемая на июль, повысит количество отдыхающих на всей береговой линии водохранилища. В связи с этим в городе ведется активная работа по информированию граждан о правилах безопасности на воде. А сотрудники ГИМС ежедневно патрулируют дикие пляжи. Продолжение следует...